Всем огромный привет! Меня зовут Карина, я рада видеть вас на своем канале и рада рассказывать вам о парфюмерии. Сегодня мы поговорим о тех ароматах, которые я носила, ношу и планирую носить текущей весной. Если вам эта тема интересна, лайк, подписка, колокольчик, вы все это прекрасно знаете. Ну а поскольку на канале я сейчас появляюсь не очень часто, и на то есть ряд причин, то я очень призываю вас подписываться на спонсора этого видео, а именно на мой телеграм-канал, где я бываю каждый день, пишу много, часто, делюсь своими впечатлениями о парфюмерии, не о парфюмерии, показываю кота и периодически мы там о чем-то рассуждаем, поднимаем всякие разные интересные темы. В общем, мой телеграм-канал, который называется «Мать флаконов», он внизу в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, там реально интересно. А я желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. И начинаем мы с аромата, который называется «Мунлайнт», «Мунлайт». Почему я все время пытаюсь сказать «Мунлайн»? Я не знаю. «Мунлайн», «Лунная линия». «Мунлайт Рейнбоу», который выпустил бренд «Фокошима». У «Фокошима» получилась такая плодовитая зима, и за несколько, ну, собственно, за три месяца вышло даже меньше, чем на три месяца, два аромата, работа над ними велась практически параллельно. И, наверное, если бы не все, что происходит сейчас, в том числе связанное с какими-то логистическими, в том числе нюансами, скорее всего, «Крем для крем» вышел бы раньше. Но, в общем, получилось так вот прям плотненько, и на самом деле хорошо, потому что вот как раз «Мунлайт Рейнбоу» надо носить сейчас, вот его просто время наступило. Во-первых, у меня заново открылась ирисовая чакра. У меня какое-то время назад меня просто отвратило от ирисов. То есть я где-то году в 15-м, 16-м, 14-м вдруг ирисы полюбила, и я стала активно и близко с ними знакомиться, перепробовала много разных, и мне надоело. Как часто бывает у меня с некоторыми нотами, у меня так было с фиалкой, и с фиалкой меня, кстати, так и не отпустило, не хочу носить. Вот, а с ирисами зимой у меня в руки попал флакон «Ирис Шот» от бренда «Альф Эктив Студио», и после этого я снова начала как-то симпатизировать ирисам. Не так, что типа дайте мне все и сразу, не настолько, но тем не менее ирисы стали вызывать у меня интерес. И, собственно, давайте к «Мунлайт Рейнбоу». Аромат посвящен лунной радуге. Это редкое природное явление, которое можно увидеть на небе, когда само небо черное, а луна при этом на нем яркая, и появляется такая действительно радуга, но из лунного света. Чаще всего это можно видеть на юге, я это сама видела где-то Ростовская область, Краснодарский край, вот еще когда там жила, и, собственно, активно по югу перемещалась. В горах, в горах Кавказа, и не только. В общем, короче, там, где ближе к экватору по сравнению относительно Москвы, небо яркое и черное. Хотя, может быть, это опять же есть на севере, и это тоже как-то связано со всеми вот этими северными особенностями неба. Но тут я, знаете, не специалист. Я больше как-то в южной части мира разбираюсь. В общем, аромат также, если мне не изменяет память, вдохновлен каким-то личным путешествием Ярослава куда-то в сторону Камчатки. Но это вот здесь вот я уже могу путать. Я, скорее, уже буду о другом. Вообще, путь лирического героя Факашима, он, конечно, чем-то напоминает просто простое человеческое взросление, потому что на ранних стадиях там были ароматы Террио Апарт и Иль Премьер Дизео. Это все как-то посвящено было сексу, страсти, каким-то барным вечеринкам и вот всему тому подобному. А дальше через поиск внутренней силы это все превратилось, собственно, вот в этот вот, в этого самого лирического героя, который уходит от суеты этого мира и находит место, в котором ему комфортно. Я думаю, что многие из нас, кто пережил последние полтора года и не сошел с ума, знают это состояние, когда ты просто погружаешься в работу, в какие-то книги, в фильмы, когда ты просто пытаешься увести себя во что-то, что позволит тебе не думать о происходящем, потому что, как бы, каждая просчитанная новость, касающаяся того, что происходит внутри страны, касающаяся того, что происходит за ее пределами, и ты понимаешь, что, как бы, приколочена-то голова не очень крепкая. И вот этот эскапизм, а это называется именно эскапизмом, он очень помогает. И, по сути, вот этот вот поиск вот этого места, где тебе хорошо и безопасно, внутри себя, безусловно, это не место в географическом смысле, оно не существует, наверное. Это действительно история, которая связана со взрослением, когда ты учишься беречь в себе самое ценное. И если вы видели промо-ролик, а я думаю, что вы его видели, потому что просто об этом аромате рассказывали многие парфюмерные блогеры, особенно если вы там подписаны на тот же самый парфюмерный телеграмм, опять же, напоминаю, что нужно подписываться. Вот, то вы видели ролик, где очень красивая девушка в серебряных доспехах, с мечом стоит на поле, просто в который воткнут буквально водопад стрел, и потом она бросает этот меч, поворачивается, на нее светит лунный свет, и вокруг нее на поляне вырастают красивые ирисы. И если вы знакомы с творчеством Толкина, вы, безусловно, считали отсылки к Галадриэлю. Конечно, о них никто не сказал прямым текстом на презентации, но знаете, вообще-то, блин, это было очевидно, прям заметно, что где-то вот создатели ролика, как минимум, с творчеством профессора знакомы, хорошо. И история Галадриэля, она плохо рассказана, вернее, она мало рассказана во «Властелине колец», она вообще не рассказана в «Хоббите», она частично рассказана в фильмах, в фильме «Хоббит» почему-то появляются какие-то истории с ней связанные, ну, в общем, не важно. Важно другое, важно то, что, если вы читали Сильмари Леон, то вы знаете, что Галадриэль из-за окраинного запада по доброй воле отправляется в поход, в поход, из которого, когда они прошли определенную точку на карте, и они уже потеряли право вернуться из этого похода, потому что она хотела править, она хотела обладать собственными землями, она хотела принимать решения самостоятельно, да, она не была полководцем в таком буквальном смысле этого слова, хотя, безусловно, могла за себя постоять и была очень сильна. И забудьте, пожалуйста, этот ужасный сериал, который снял Амазон, это плохо, это отвратительно, просто забудьте, читайте книгу. И пройдя определенный ряд испытаний и столкнувшись с ужасами разорения всего того мира, который она знала, она, в конце концов, вместе с мужем уходит в этот самый лес Лориан и создает вокруг этого леса магическую, эльфы обладают определенной магией, она создает вокруг этого леса магическую защиту, которая не пускает в этот лес никакое зло. И если это не эскапизм, то что это тогда? И вот в этом, в рик-промо-ролике этого аромата, этого невероятно много. Это, и история самого, собственно, вдохновения от самого аромата, она тоже, блин, про это. Короче, очень круто. Просто мне, вот как толкинисту уже там с очень многолетним стажем, это просто вот, вот я не умею делать это сердечко, но это, короче, оно. Что касаемо самого запаха. Это ирисы, он как раз у меня раскрылся полностью на блотере. Это ирисы холодные, не пудровые, хотя на моей коже немножко запудривается, но ближе к концу раскрытия. Холодные, не пудровые ирисы с можжевельником, с тонким таким слайсом огурца. Знаете, вот когда делают какие-то коктейли в барах, в основном на джинни как раз-таки, то тоненько нарезают слайс огурца и вот так вот колечком выкладывают по стенкам стакана. Вот оно. Также здесь есть ветивер такой чуть-чуть табачный. Немного жасмина, который даёт аромату, контакт с человеком. В жасмине есть эндол, есть вот эта телесность, которая делает парфюм всё-таки совместимым с человеком, потому что в основном здесь компоненты холодные. И ещё здесь заявлена нота крем-соды, которую я, ну, наверное, могу скорее только нафантазировать для себя. При этом я знаю людей, на которых раскрывается это именно крем-содой. Работа очень взрослая, работа очень интересная. Ирис – это любимый компонент Ярослава, как минимум. Поэтому, мне кажется, он много личного вложил в этот парфюм. Действительно, очень много личного. Поэтому обязательно ознакомьтесь. Это действительно интересная вещь. Покошима у нас представлены в «Золотом яблоке», в «Грасс-клабе», в «Блюз-сторе». Это магазин, собственно, который открыл блюпринт... Ну, не магазин, 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 шоурум, который открыл блюпринт в столешниках. Да, вот как бы в этих местах идите, знакомьтесь, пожалуйста. За другие города не скажу. К сожалению. И раз уж я затронула тему «Грасс-клаба», то новинки к ним таки доехали. Бренд «Филит» и их аромат «Ла Перла Майя Юкатан». Я шутила эту шутку и повторю ее еще раз. Парфюмерам показали «Глобус Центральной Америки». Потому что, ребята, третий аромат за два года посвящен Латинской Америке – это прям много. Я очень рада тому факту, этому много, потому что я задолбалась от того, что у нас Франция, Мидл-Ист, Италия. Иногда Россию могут вспомнить, иногда могут вспомнить что? Ну, какой-нибудь Китай, да? Все. Как будто бы другого мира просто не существует. Там какие-то упражнения есть у мема, но там в целом бренд географии посвящен. Как бы грех не вспомнить. Вот. Поэтому я очень рада, что начинают вспоминать о новых местах на карте. Ну, вот эта вот история «Три аромата про Юкатан за короткий срок» вызывает у меня некоторые вопросики. Юкатан – не самое очевидное место, которое вы будете вспоминать. Хотя, если это расценивать как тренд на то, что люди за время ковида соскучились по путешествиям, а Юкатан для, например, американцев это вполне такое понятное место путешествия, потому что, ну, куда, если идти в Мексику? Там пляжи, там отели, и при этом там довольно недорого по сравнению, собственно, с их же своим побережьем. Если в этом смысле, то да. Я бы очень хотела там побывать, потому что мне безумно интересно эта история. Я люблю историю, собственно, мезоамериканской культуры. Опять-таки, Юрий Валентинович Кноразов. Надеюсь, что многие смотрели этот фильм редакции и теперь знают про Кноразова, и не делают круглые глаза, когда я упоминаю это имя. Человек, который, советский ученый, который расшифровал письменность майя, советский и российский, потому что он умер уже после распада Советского Союза. Который безумно известен и популярен там, и местные преклоняются перед Кноразовым, потому что он расшифровал письменность их предков, в то время как у нас практически никто не знает его фамилию. Но не будем о грозном. Я бы очень хотела побывать в тех краях. Надеюсь, что когда-нибудь это получится. Теперь про аромат. Аромат посвящен Туберозе. И второй из трех ароматов про Юкатан, который посвящен белым цветам. Первый был Жасмин де Сандурга, Жасмин Юкатан. Второй аромат Юкатан Сикрет, который сделал Комптуар Сют Пацифик, он посвящен, собственно, купальням, вот этим вот бассейном, вернее, как пещерам, заполненным водой, которые есть на Юкатане. Я забыла, как они называются. Я тоже писала о нем в телеге, если что. Это аромат про Тубероза, причем она здесь распушена. Туберозу, во-первых, вернули на родину, потому что родина Туберозы Мексика. Но по пути она прихватила с собой немножко иланга, она прихватила с собой ваниль, и она прихватила с собой мимозу, которая вообще-то в том регионе не растет. И получилось очень весеннее. Тубероза здесь не жирная, тубероза здесь не такая вот ненаглая какая-то, не вот эта вот прям такая вульгарно пошлая, какая она иногда бывает. Я люблю Туберозу, но всего в меру. Она здесь прям такая очень звонкая, задорная, юная, классная. Короче, действительно, очень хорошая тубероза. Я как будто бы слегка с акватикой, и при этом вот с этой вот горькой, пушистой мимозной веточкой. Действительно, хорошее весеннее настроение. Обязательно знакомьтесь с ней, если еще не пробовали. И напоминаю, что в Град Клаб у меня всегда есть промокоды, которые... Все промокоды внизу в описании. Там и в Литуаль, там и куда-то еще. И не только на парфюмерную тему, там, знаете, даже промокод во вкус вилла, если что есть. Вот поэтому обязательно заглядывайте в описании под видео. Там всегда много полезного. Дальше. Буквально несколько дней назад приехал аромат бренда Флоротропия. Посмотрите, как он интересно выглядит. То есть вот этот такой вот похожий на какую-то зефирочку керамическая крышка. По-моему, название на самом деле связано с бисквитом, по-моему. В общем, и флакон, который в перевернутом виде. Бренд натуральной парфюмерии. Сейчас встал в Ривгош. У меня аромат под названием Ламбр де Флёрс. И уже по названию понятно, да, что аромат будет посвящен Амбре. И, собственно, здесь тоже есть Тубероза. Но уже другая. Если та Тубероза такая молоденькая, немножко молочная, то эта Тубероза посерьезнее девушка. В ней присутствует такая нота, которая есть в сладких сидрах. Иногда Тубероза пахнет сидром. Я это для себя открыла недавно, когда Наташа на Тобет на какой-то квиз пришла в Туберозе Санта-Мария-Новелла. И она, собственно, достает мне этот флакон, показывает эту Туберозу, и я ее пробую, и такая сидр. Но Тубероза Санта-Мария-Новелла была про несладкий сидр, про скорее такой брют или полусухой, вот что-то вот из таких сидров. это именно десертный, сладенький такой вот классный, с такими прям душистыми яблочками осенними. Сидр что-то десертное и, собственно, такая же коньячно-ванильная амбра. По итогу аромат немножко несовременный, вот как будто бы такой вот легкий налет прошлого, но без винтажа в плане компонентов, а скорее по настроению, как бы вот в нем хочется, знаете, платье в стиле Боха какое-то надеть, да, там немножечко подсобрать волосы, как-то вот, знаете, какой-то лентой их повязать, у меня и так, как эти вот куделя такие немножко из прошлого, вот, а еще может быть там ленту через них как-то пропустить, вот что-то из себя такое поизображать, вот какой-то вот такой аромат. Как я поняла, что сейчас эта линейка полностью встала в Ривгош, я думаю, что мне это очень интересно выглядит, это очень хорошо пахнет и мне интересно попробовать все остальное, благо, что бренд довольно бюджетный, поэтому, опять же, я постараюсь дойти до магазина, попробовать все остальное и написать об этом в Телегу. Обращайте внимание, в общем, это действительно интересная вещь. Пинхаллиганс, хотя нет, не Пинхаллиганс, Пинхаллиганс чуть позже, потому что это аромат, который, знаете, уже такой из весны в лето. Можете поставить на паузу и, кстати, погадать, чем же он пахнет. Миколев и аромат Крем для Крем. Меня преследует это название. Да, я знаю, что Крем для Крем это типа лучший из лучших, это название сорта Рос, это название Балтийского магазина парфюмерии и косметики, это название аромата Фокошима, это название крема для лица бренда Супербанка и это название аромата от Миколев. Аромат Крем для Крем Мартин Миколев про кофе. Кофе здесь очень к такой высокой обжарке, что называется, такой немножко пережаренный, кому-то может казаться за счет этого горьковатым, но я такой кофе люблю. Я вообще люблю кофе с таким ярким, насыщенным вкусом. Не всегда добавляю в него молоко, никогда не добавляю в него сахар, но иногда добавляю специи. И, собственно, вот этот аромат, он про кофе, но он здесь все-таки немножечко подслащенный. А вот сливочную составляющую аромат, несмотря на то, что крем, и как бы ты ждешь, что будет что-то сливочное, ну по факту ничего прям такого кремового в композиции нет. Может быть, скорее это про черный кофе с ложечкой тростникового сахара, у которого есть, в свою очередь, такой сливочно-карамельный привкус, но не более. Очень стойкий. Я его носила, типа, два или три, три, наверное, пшика, ну то есть я сделала пшик на волосы, и там два на шею куда-то. Я просыпаюсь утром, от меня пахнет. Прям уверенно, хотя вечером я мылась. Я пошла в душ, я помыла голову, я начинаю сушить волосы, хотя, ну типа, у меня на волосах был шампунь, потом бальзам, потом там всякие мои вот эти, львиные костарды, гели, пенки и все остальное. Я начинаю сушить волосы феном. Крем-даля-крем. Проходит два дня. Я мою голову снова, я мою голову раз 48 часов, и начинаю сушить волосы, волосы разогреваются. Крем-даля-крем. Здравствуйте. Он офигеть какой стойкий, просто я прям поражена. Ну то есть, в целом у Мартин ароматы хорошо держатся, ну так как держатся этот, я такого не ожидала. Вот. И флакончик, кстати, очень симпатичный. Там вышла целая коллекция. Я ее попробовала. Мне хотелось еще, так вот по описанию, шоколадный фондан, но оказалось, что это скорее шоколадная пачуля. А у меня шоколадные пачули присутствуют в количестве двух штук. Это седьмой час от Кортье, и это пачули Нозе Би от Пэрис Монте-Карло, и третий, наверное, шоколадной пачули мне не надо. Но если у вас никаких ароматов на тему шоколадных пачули нет, то я бы, наверное, вам к шоколадному фондану вот из этой коллекции рекомендовала присмотреться. Далее. Далее еще осенью он ко мне приехал, прелесть моя прелестная. Я этот парфюм хотела несколько лет. Когда я увидела анонс, я такая, мне это надо. Мне это надо обязательно, просто срочно. Но ситуация была в том, что мне, конечно, это было надо, но купить это было нигде невозможно, потому что то, как Бёрбери представляют свою бутиковую коллекцию в мире, это не выдерживает вообще никакой критики. Ну, то есть, типа, они представлены только в бутиках Бёрбери, и вообще-то не во всех. Вот. Но мой дружочек, любимый, обожаемый Богдан, осенью летал на парфюмерную выставку в Дубай, и, собственно, там, в Дубай-моле, был флакон, и он мне его привез. Люба Вознюк админканала Возлюби забрала его из Дубая в Минск, и из Минска уже отправила вне в Москву. Короче, он, наконец-то, у меня появился. Я говорю об аромате Тюдор Роуз. Там сложная какая-то схема, потому что аромат в разных концентрациях, но, в общем, у меня это то, на чём написано Eau de Parfum Тюдор Роуз 10%, что бы это ни значило, в объёме 100 мл. И из минусов, помимо бестолковой дистрибуции, очень хреновый магнит, потому что, знаете, вот когда флакон стоит 18 тысяч, и это я покупала на очень низком курсе доллара, хотелось бы, чтобы он как-то лучше магнитился. Ну, ладно. Ну, то есть, для сравнения, аромат, который стоит дешевле, у него магнит вот прям. Опа! Вот. А здесь безобразие. Но, как есть. В остальном прекрасно, да, этот бантик. Название. Название. Я же люблю времена войны Рос, и я люблю Тюдоровскую Англию. Интересно. Не нужно люблю, то есть, знаете, я там не живу мыслями в том времени, но я очень интересуюсь историей этого периода, и у меня есть такая, не амбициозная, но тем не менее цель собрать ароматы, которые вот с упоминанием, да, как в какой-то момент мне нравилась идея покупать помады, на которых было имя моего кота. Ну, это, собственно, у Мак, у... У Бандикей. Ладно, неважно. Короче. Рос Тюдор. Роза Пачули. Пачули, Роза, Роза Пачули. Это похоже на Похитителя Рос, это похоже на Гримонтань, это похоже на все несладкие пачульные розы, в которых Роза невинная, не невинная, а невинная, потому что, например, Зерас Плейс от Франчески Делера, тоже, в общем-то, история про Розу Пачули, но там Роза Пачули, там Роза десертно-винного, вот, винная, по ощущению, такая, с легкой лукумной сладостью, очень сильно его хочу. Здесь сладость выведена просто в минус, Пачули землистые, сырые, Роза одна и такая высокая, длинноногая голландская, и это вот еще одно настроение, история про ты подаришь мне цветы со свежей могилы, это на самом деле, вот, но при этом он невероятно красиво сделан, он невероятно красиво раскрывается, такое спокойное благородство, молодая, красивая вдова, вот, вот, плачущая на заднем сидении Роллс-Ройса, у нас только что унаследовавшее многомиллиардное состояние, и слезы ее, конечно, искренние, но не совсем, вот, что-то в этом аромате для меня лично такое есть, конечно, я очень сильно фантазирую, на самом деле, аромат-то просто про английскую розу, которая вот цветет в этом прохладном, сыром климате, ну и, соответственно, со ссылками в сторону Елизаветы Первой, но вот как-то, как-то он у меня вот какой-то такой настроение, и когда настроение такое же, знаете, надеть все черные, глухие черные очки, вот как-то он, и ладно, на Роллс-Ройс мы не зарабатывали, иду вызвать себе такси бизнес-класса, вот примерно вот на такое настроение у меня этот аромат очень хорошо подходит. Далее тоже еще осенняя новинка, ну как она красиво раскрывается сейчас. Это аромат под названием Abyssée от бренда Артизан Парфюмер. Дафна Буже, которая сделала большую часть современных артизанов из вот этой вот коллекции, создала парфюм, который она посвятила морским глубинам. И здесь как бы морские глубины, да, ты смотришь, тут вот водоросли нарисованы на флаконе, и первая мысль, ну, наверное, это будет акватика какая-то, на самом деле, нифига подобного, потому что здесь вот это ощущение глубины, оно создается за счет эвкалипта. И если вы умеете плавать, а главное, если вы умеете нырять, то вы знаете вот это ощущение, когда вас сковывает холодом по мере того, как вы опускаетесь все ближе ко дну водоема, в который вы погружаетесь, и с одной стороны как бы там становится более темно, потому что чем глубже, тем меньше проникает свет солнца сверху, а снизу источников света нет с одной стороны, а с другой стороны тем лучше вам видны очертания того, что на этом самом дне происходит, и там уже появляются какие-то намеки на водоросли, на каких-то, возможно, местных обитателей, этого самого дна, если вам повезло нырять день на Красном море, например, и вот вот это ощущение именно вот этого погружения в глубину невероятно круто передано в этом аромате, плюс здесь есть инжир такой солененький, плюс здесь есть роза, возможно, какое-то количество сандала, перца, немножко, какой-то деревяшки типа Пала Санта, и, собственно, вот этот эвкалипт, при этом для меня аромат тревожный, он вызывает у меня какие-то эмоции, беспокойство, ну, просто потому что, знаете, вообще все знают, кто дремлет на самой глубокой глубине океана, и да, я про Лавкрафт, ну, вернее, про Ктууху, вот какой-то такой тревожный момент в этом аромате присутствует, ну, боже мой, это так красиво, просто я давно не встречала таких работ, которые, с одной стороны, вроде бы, ну, типа роза, чай, инжир, мы это знаем, мы это знаем, это Тенуара Клилабо, ну, нифига подобного, он другой, он собран иначе, и от него совершенно другое настроение, Тенуар, это такая очень понятная история, этот вообще другой, при этом, когда я его впервые только попробовала, вот, собственно, ко мне приехал флакон, и я сделала первый пшик, и такая, ну, что-то непонятно, непонятно, а потом я его нанесла, и я иду по улице, и дует ветер, это была еще осень, и, собственно говоря, мне не стало прям холодно, и дует ветер, я такая, боже мой, это какого-то красиво пахнет, откуда, это от меня так красиво пахнет, вот, и, собственно, с этого момента у нас наступила взаимная любовь, а еще, если посмотреть его на просвет, вам, к сожалению, не видно, потому что лампа светит сюда, у него очень яркая, синяя, я это видела, потому что я видела сэмплы, у него невероятно яркая, синяя жидкость, что видно, когда его смотришь на просвет, поэтому, если в вашем городе есть магазин, в котором представлен артизан, а это у нас как минимум золотое яблоко, возможно, еще литуаль, но я не уверена, идите и знакомьтесь, ну, соответственно, если вы в Петербурге, наверняка, есть Делте, что все, нет, не все, последний остался, который я так вот за штору спрятала, чтобы рассказать о нем последнем, потому что это уже, конечно, переход из весны в лето, и это аромат, который называется High Grove Bouquet от Penhalligans, аромат, который был сделан в прошлом году в сотрудничестве с тогда еще наследным принцем британской монархии, Чарльзом, ныне королем Карлом или Чарльзом Третьим. И Карл Чарльз очень увлекается, это все знают, земледелие. И незадолго до еще свадьбы с принцессой Дианой он приобрел поместье, наверное, это правильно назвать, поместье, High Grove, и там он увлекается органическим природным земледелием, то есть без добавления каких-то химических добавок, чисто вот как у нас в деревнях, на навозе, ребят. Вот, и поддерживает, собственно, развитие такого земледелия, и в этом, в этих садах, там, во-первых, они невероятно красивые, вы можете загуглить, как они выглядят. Это включился чайник, если вы смотрели прошлую часть, я там объясняла, что происходит, и почему он иногда у меня включается, поэтому посмотрите, если вам вдруг интересно понять, что же за барабашка завелась у меня в квартире, и почему появляются время от времени такие странные звуки. В общем, невероятно красивые сады, просто гуглите сады High Grove, и смотрите, как это все выглядит, какой, на самом деле, великий труд во все это был заложен, и поговаривают, что, да, первая черная кошка в отношении Чарльза и Дианы пробежала как раз потому, что принцесса хотела принцессочных развлечений, а наследственный принц очень любил свое земледелие, любил туда приезжать, и, собственно, регулярно привозил туда молодую жену, что совершенно не доставляло ей ни малейшего удовольствия весь этот уединенный образ жизни и копания в земле. Собственно, Чарльз, как говорят, очень надеется, что кто-то хотя бы из внуков, потому что сыновья нет, кто-то из внуков унаследует его интерес, такой вот живой интерес к природе и земле. Я считаю, что он должен просто увночерить меня, потому что я, чем старше становлюсь, тем больше мне становится интересно, собственно, в земле копаться. Ладно, отвлечемся, вернемся к духам. Аромат выпущен, собственно, в сотрудничестве с вот этим вот как раз таки фондом, который способствует тому самому органическому земледелию, как будто, ну да, ладно. И аромат посвящен липе. И я вам клянусь, это лучшая липа, которую я пробовала, потому что, да, все знают летю лип бренда Арсей, и долгое время она считалась самой липой, все, самые лучшие все знают, конечно, сладкое лето или летендуз бренда Артезан Парфюмер, там липа с сеном, а здесь это просто, просто яркая, желтая липа, чуть-чуть, буквально, вот опять же, с каплей мимозы, такой вот для пушистости, потрясающий, вот закрываешь глаза и он желтый, просто вот желтый свет разливается вокруг тебя, липовые ароматы, так же, как нарциссовые, как мимозные, и как вот все вот эти ароматы, которые посвящены тем цветам, которые, цветам или деревьям, которые цветут буквально там 2-3 недели в году, и это вот то, что ознаменует собой наступление какого-то очередного сезона, как нарциссы и мимоза, тюльпаны у нас ассоциируются с наступлением весны, точно так же и собственно, липа это предвестник наступления лета, потому что она начинает свисти в мае, вот, когда уже становится уверенно тепло и пик отцветения достигает в июне, короче, если вы искали идеальную липу, вот она, просто, вот она, другой, другой, вам не надо, забудьте про этот арсей, за которым там все гоняются и покупают его за какие-то абсолютно неадекватные, на мой взгляд, деньги, лето артизан, лето ондус, хороший, но там есть сено, и на моей коже, к сожалению, сено раскрывается больше, чем липа, и мне это мешает, вот, просто, я уже за вас нашла, просто идите и купите, попробуйте, конечно, сначала, а потом купите, потому что лучшая липа, других не надо, high growth букет, ну и заодно говорят, что какая-то часть денег идет на поддержку вот этого фонда, поэтому поддержим тех, кто выращивает растения на навозе, без каких-то химических добавок, хотя я ничего не имею против химических добавок, но, как бы, из природы вышло, в природу ушло, мне кажется, что это как-то совершенно логично, вот, такими были мои новинки, такие мои весенние, весенние действующие ароматы, и те, которые я, например, тот же самый high growth букет, планирую носить несколько попозже, когда станет более тепло, рассказывайте в комментариях, какие ароматы вы носите этой весной, мне будет очень интересно почитать, а я вас благодарю за внимание, целую, обнимаю, напоминаю, что нужно подписываться на спонсора этого видео, а именно на мой телеграм-канал, увидимся, услышимся, пока-пока. субтитры создавал DimaTorzok,